Ждать приема две недели, а то и больше. В таких условиях нередко оказываются Барнаульцы при обращении в государственные поликлиники. Одна из жительниц краевой столицы прислала нам видео, однако предпочла сохранить анонимность. У женщины воспаление в ухе, а лор, как выяснилось, сможет принять только через две недели. У меня два, наверное, пробка стоит в ушах. Они все равно так без кого-то не принимают. Она у нас одна осталась. И куда теперь? Только если через 109, через неслушку. В кабинете неотложной помощи прием оказывает фельдшер, специалист широкого профиля. Но к нему нередко отправляют пациентов с одной стороны температурящих, с другой – с острой специфической болью. При другом раскладе люди ждут приема у конкретного врача неделями. Мне нужно было к неврологу, я до сих пор не попала. Нету талонов. Ну, вот считайте, с апреля месяц. Вот сегодня я с восьми часов звонила, трубку раз ни раз никто не взял. Сейчас вот пришла, не записывают. А почему? Объясняют? Ну, почему? Утром надо приходить здесь, чтобы очередь была и заражаться. В ходе подготовки материала мы обзвонили все городские поликлиники и выяснили, что в каждой из них в штате числится лор. Но на практике попасть к нему очень сложно. Талон выдают только на две, а то и три недели вперед. Аналогичная ситуация с неврологами. Но самая острая ситуация с маммологами. Их нет ни в одной из барнаульских поликлиник. В Краевом Минздраве дефицит специалистов в первичном звене здравоохранения признают и говорят, что постепенно проблему решают. При этом подчеркивают кадровый вопрос во многом задача главных врачей медучреждений. Целевой характер обучения, закрепление за медицинскими организациями – это, наверное, основная работа со стороны главного врача по привлечению молодых специалистов к себе. Конечно же, здесь все способы хороши. Получается, выход только один – частные центры. К примеру, платно маммологи принимают в 17 учреждениях. Востребованные узкие специалисты, в принципе, стараются уйти работать в частные клиники. И платят больше, и нагрузка меньше. Так, недавно в Барнауле открылся даже лорд-центр, который и объединил крайне востребованных специалистов. Но там за каждый прием придется заплатить. В среднем один визит в коммерческих центрах обойдется в тысячу рублей. Анара Шагирова, Данил Захаров, День с толком.